1 января. Всех с наступившим Новым годом. Мы вместе с детьми приехали опять в Майклс, потому что сейчас здесь распродажа рождественных вещей 70%. У нас сгорела звезда на елке. Мы хотим посмотреть, если здесь звезда, а может быть еще что-то интересное найдем. Вот елочки очень красивые, кстати. Очень красивые елочки. Я не вижу цену. Ну симпатичные. Мы не будем брать, нам такое не надо. Она колючая. Вот эти детьморозики красные получаются 9 долларов всего лишь. Сейчас они 30 долларов, если без скидки, а со скидкой получается всего лишь 9 долларов. Сейчас мы еще что-то найдем. Я люблю такие скидки. Мы никогда не приезжали на них. Вот такие хорошие скидки. Вот эти все гирлянды, они на батарейках. Но цена тоже 14-15 долларов полная цена. А если 70% скидки, то это получается вообще очень дешево. Но на батарейках мы не будем брать. Это не совсем удобно. Но вообще, конечно, цена 70% скидки. Это очень хорошие скидки. Вот интересные шишки. Велена, смотри. Видишь? О, тут храфтинговая. Это не наем был. Вот это тоже красивое. А, где она? А, вот она. Вау, это красиво. О, вот эта красивая. Ой, сумка там. Включи вот эту, Велена. Красивая тоже. А вот эту можешь включить? Подтяни, да. Подтяни сюда. Включи вот эту. О, вау. А если, например, в какую-то вазу это сделать, там еще что-то, какие-то игрушки набраться, красиво будет. А вот эти шишки включи. А, но их нет уже. Коробка пустая. Красивая вот эта очень. А вот эти шишки включи. Мы любим с Авелиной ходить, все включать. А вот эти звездочки включи. Ну, не очень так себе. Ну, да. Красиво. Вау, красиво, да. А вот это можешь включить? Эти маленькие. Тоже красиво. Ага. Тоже 12, а это 13 долларов стоит коробочка. Ну, одна, как бы, сколько тут шариков получается? 10 шариков. А здесь уже почти все пусто. Ну, правильно, если 70% скидка, то, конечно, стоит брать. Посмотрим. Может, мы еще что-то найдем. Кстати, взяла вот такой поднос. Получается 6 долларов. Не поднос, а форма для выпечки. Это очень дешево. Вот эти вот все венки тоже, получается, 70% скидка. Так они по 40 долларов. Я вот схожу и смотрю любую. С 30 долларов вот такие красивые. Круто. Без этого можно прожить, как говорится, но красивые. Мне вот этот нравится. С шишками. Вот это хорошая идея, если, например, кто-то с детьми занимается. Такие шарики разукрашивать. Сейчас они, вернее, без скидки, они 3 доллара. А так они, наверное, будут центов 30 стоить. Это у нас что? Такие коробочки делать на подарки. Вот это хорошая идея. Гифтбакс. Это, например, если я учителям делаю подарки, то можно такие взять. Вот это я возьму вот такой. Ну, не с этим, как его звать, не с никовичком, а, например, со снежинкой. Да? Да. 3 доллара, получается, вообще цент она будет стоить. Какие-то скидки. Ага. 8 долларов стоит такая кьюта. О, ладно. Но без скидки. Я имею в виду без скидки. Красивый шар. Ну, это можно самим сделать. Вот такое можно самим сделать. И тем более эти бусинки уже отваливаются. В этот период тоже очень выгодно брать какие-то открытки поздравительные. Очень выгодно получается. Одна коробка стоит 9,99. 70% скидка. 12 карточек. То. Тоже. В такое время, кажется, надо ходить иногда, даже если это 1 января. Вот это можно самим сделать такие открытки. Как бы. Как бы. Угу. Вот это красиво мне нравится. Домашние. Ручные работы. Здесь тоже. Оно вот такие же. Для ручной работы. Эвелина, вот это вот можно смотреть с детьми. Оно это 20 долларов стоит. Ну, 70% скидка, но все равно как бы дороговато. Если, например, такие детьми делать в воскресной школе. Где еще можно найти Эвелину? Конечно же, в красках. Каждый год говорю себе, не буду покупать новые игрушки. Я опять взяла вот такую коробку. Что-то это какая-то желтоватая? Сейчас, может быть, вернемся, заменим. Эвелина, смотри, вот этот шар какой-то желтоватый, видишь? Какой? Вот. Ты можешь пойти посмотреть? Точно такой же, только чтобы не разбиты были. Проверь. Вот там в начале. Эвелина тоже любила играть такими. Это как пластилин. Прикольные такие. Липкие между собой шарики. Какой шикарный набор ручек. Гелевые ручки. 100 штук здесь, представляете? Я не знаю, сколько они стоят. Я не вижу цену. Не может быть, чтобы они стоили 5,99. Везде такая цена. Представляете, какая красота. Я помню, я раньше таким, конечно, когда с детьми занималась. Я бы не удержалась. Я бы купила обязательно такое. Если бы как раньше. Сейчас, конечно, это не надо. Но 100 ручек. Вообще шикарная вещь. Вау. Как его, кубик льда. Для напитков каких-то. Тоже схожу и смотрю на вот эти всякие камешки, всякие бриллиантики. Это же вообще, это кладезь поделок. Кладезь поделок. Как мне нравится все такое. Я просто не знаю. О, ракушка какая огроменная. Я люблю всякие ракушки тоже. Что там, Тима, слышно что-то, нет? Нет? Вот сразу продаются такие, как, как они называются? Я знаю, что по-английски называется frames. А как оно по-русски называется? Типа делать всякие поделки, в общем. Богатый мой русский язык обеднел. Тима ракушки показывает. Да. Ой, надо мне сесть и когда-то сделать что-то интересное. Не ушла. Что мне нравится, что можно вот так эти все организовать. Все свои поделки можно организовать. Что не будут они где-то валяться по коробкам каких-то. А вот так красиво их. Когда вижу вот таких птичек, сразу вспоминаю нашу бабушку. Это Евелина бабушка, Димина мама. И когда мы еще жили в Северной Каролине, они жили в таком специальном, как бы, апартментах для пожилых людей. И там стояло дерево искусственное. И на таких искусственных деревьях были вот такие птички всякие. И Евелина всегда... О, смотри, Евелина, эта птичка еще и с яичками даже. И Евелина с бабушкой всегда ходила к этому дереву. И бабушка ей давала одну птичку, и мы потом отвозили домой. Я всегда говорила, не надо, зачем? Она, да пусть берет, пусть играет. Потом привезет, мы назад ее прицепим. Вот всегда вспоминаю, вижу этих птичек. Вспоминаю нашу бабушку, которой уже больше года нету, к сожалению. Вот смотришь на эти палки и думаешь, ну что с них можно сделать? А посмотрите, вот здесь как примеры показаны. Можете сделать очень красивые вещи. Мне, например, нравится вот это. Мне нравится вот это. Просто что ставить, это все негде. А так можно было бы сделать что-то красивое. Хотя бы раз в жизни. Подними вот эту большую игрушку. Покажи, какая она огромная. Вот эту, а потом вот тот шар. Покажи, давай-давай-давай. Нет, сначала эту покажи, сначала эту покажи, какая она огромная. О, очень большая. И теперь тот шар покажи, какой она огромный. Гляньте, какая красота. О, какая прелесть. Вот тут кто-то откусил так. Ага. Красивая. Надгробие на Хэллоуин. Даже за бесплатно такой не возьму. 80% скидка. Гляньте, ужас. Ну что, посмотрим, что я купила в Майклс. Купила я вот этого Дедмородика, который получился за 9 долларов. Вообще его цена 30 долларов. Так что хорошая скидка. Мне он нравится, не знаю. Такой какой-то добрый. Посмотрите, какое у него доброе лицо. Теперь купила вот такие игрушки. Тоже 9 долларов получается. Так их цена 30 долларов. Тоже красивый набор, большой набор. 32 шара здесь. Вот такие пакетики. Или как их коробочки, которые складываются для подарков. Получается 90 центов всего лишь. Я думаю, что здесь их сколько? 4 штуки. Можно найти им применение. Для каких-то миниатюрных вещичек, как я дарю обычно учителям. Или, ну, Эвелина может кому-то друзьям будет дарить на следующий год. Так что это тоже не бесполезная покупка. И вот такие как бы для капкейков или для маффинок можно не обязательно разукрашивать. Вот такими где-то. Вот так. Красками, да? Или кремами. Не обязательно это разукрашивать. Можно даже просто спечь капкейки и уже будет красиво. Или маффины. 6 долларов такой получился. В общем, вот такая была наша поездка спонтанная. Просто сидели-сидели. 1 января. Сидеть дома скучно. Говорим, а поехали мы погуляем? Ну, поехали погуляли. На 50 чем-то долларов. Просто там Тима еще себе кое-какие игрушки взял. Но то ему было на день рождения. Он... Мы ему же забыли подарок сделать. Не то, что забыли, а не нашли, что он хочет. Он сам не нашел, что он хочет. И тут он нашел себе корабль. Когда он его сделает, я потом засниму и покажу. И за свои деньги он взял еще такой набор миниатюрных паровозиков. Потом он сейчас занят, я потом может покажу, если не забуду. Вот такие паровозики он взял за свои деньги. Они цепляются между собой. Но они не катаются, потому что здесь колеса не прокручиваются. Просто такие миниатюрные вещички. Если честно, для меня это, кажется, бесполезная покупка. Потому что, ну, как ею играть? Ею уже не поиграешь. Это так просто сцепить между собой и поставить. А так, в принципе, ну, как ты ею поиграешь? Ну, ему подарили деньги. Он взял на свои деньги. По-моему, 10 долларов вот это стоит. Если я не ошибаюсь. По-моему, да. У меня еще купон был 20% скидка. А то он вот это взял за свои деньги, подаренные ему на Рождество. И также вот такой корабль. Но это уже был куплен за наши деньги. Как бы в счет его прошедшего Рождества. Или прошедшего дня рождения. Это for birthday or for Christmas? For Christmas. Because you open your birthday present in the morning. Да. Это на Рождество ему был подарок. Это был сборный корабль. Там была схема большая, по которой нужно было собирать вот этот корабль. Он его собрал. Но не до конца. Вот так он его собрал. И еще были здесь... Не знаю, если здесь будет видно. Вот эти... Ах, вот так блестит. Вот эти лестницы, или как их назвать, ступеньки. Тоже он их сделал здесь. Но они так плохо крепятся, так плохо держатся, что одним движением руки корабль у него упал. И эти лестницы у него отлетели. Но их можно прикрепить. Он сказал, можно прикрепить. Я сказала, не сейчас, потому что мне нужно монтировать видео. И так же он не сделал вот эти паруса. Потому что их тоже... Они... They're from paper, right? Они бумажные. И это... Ну, если их прикрепить вот к этому кораблю, они могут отломаться, они могут оторваться. Вот эти палки будут постоянно падать, если пробовать их прикреплять. И почему? Слишком много работы, слишком кропотлива работа. Он не захотел эти паруса оцеплять. Но так как он у нас любитель корабля, то вот этот корабль у него стоит, у него на столике. И когда он кушает, этот корабль всегда возле него. Так что ему он очень нравится. Он на подставке вот такой. Такой интересный корабль. Конечно, если бы полностью его собрать... Ну, знаете, вещь очень дешевая. Такая некачественная. Тоже я была... Как бы не очень хотела, чтобы он ее покупал. Потому что, ну, видно, что дешево все это очень сделано. Все, оно ломается быстро. Ну, ему сильно понравился этот корабль. Ну, за его деньги. Вернее, как на его праздник. За наши деньги, но на его праздник. Ладно, уговорил красноречивый. Так что вот это, что касается темных покупок. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok